Дорожайшие мои зрители, мы сегодня в очередной примерочной, под адским светом, как всегда. Но здесь ничего такое свет, не страшно. Я вот смотрю на себя в экран, но не страшно. Значит, я забежала с работы, бежала с работы и забежала в магазин, который называется Winners. Это такая канадская версия магазина CG Max. И здесь продаются всякие, знаете, остатки, типа аутлет разных брендов, как известных и не очень. Кельвин Клайн, Том Хилл Фиггер, в том числе и Zara, в том числе и Massimo Dutti. И я тут набрала кое-что померить. Тут еще сейчас происходит большой клиренс, большой сэл. Но и не только. Я хочу вам вот что показать. Я, если вы видели мой предыдущий блог, 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 блог. Ой, что я такая пуза развалила. Сейчас, подождите, я себе немножко поведу в порядок. Короче, если вы видели мой предыдущий влог из Massimo Dutti, и вы знаете, какие у нас там цены, и вы видели, какие там ужасные цены. А я вам сейчас покажу, за сколько вещь из Massimo Dutti продается здесь, в этом Winners, так вы просто упадете в обморок, и вы поймете, что покупать Massimo Dutti вообще нет никакого смысла. Сейчас будем смотреть мою добычу. Давайте. Какой буйство красок. Это моя добыча, да. Значит, я не знаю, вам мерить или так показать. Ну, в общем, вы видите, да. Здесь вещи из Zara. Вот это брюки из Zara по цене 15 долларов. Это юбка Dutti, кофточка Massimo Dutti. Я буду мерить пока сам цены, я не знаю, что мне подойдет. Юбка из Massimo Dutti, еще одна юбка из Massimo Dutti, топ-шоп. Вот этот вот с бусинками. Платье Zara, платье Massimo Dutti, платье Zara. И тут две вещи, которые у них просто были на селе. Сейчас я буду мерить, и заодно вам про них рассказывать. И показывать, и говорить, какая цена. И, может быть, половина из них мне не подойдет. А еще я принесла две пары обуви. Слушайте, сейчас вам покажу. Не падайте в обморок, не говорите, что я сошла с ума. Вот такие сиреневые ботфорты. Ой, я не знаю, конечно, что со мной случилось, но очень меня они понравились. И стоят они сейчас 11 долларов. Представляете? И вот такие вот итальянские замшевые, совершенно потрясающие ботильоны, которые... Где их цена? Так, сейчас... Они сейчас стоят 30 долларов, а стоили 199. Я рассмотрела тут на ценнике. Сейчас не видно, но, в принципе, они стоили 1200 долларов. Они стоили, вы представляете, какая добыча. Так, сейчас буду мерить вам показывать. Не знаю, что мне подойдет, что мне не подойдет. Ну, надеюсь, что что-то подойдет. Давайте, будем мерить и смотреть. Так, я буду просить вашего снисхождения. Дело в том, что я делала много-много низа и очень мало топов. Собственно говоря, только два топа. Вот я как-то не подумала. И я сегодня пришла в платье. На мне нет свитера какого-то, чтобы я могла... Значит, вы знаете, что мне нравится вот этот топ? Это из топ-шопа. Он стоит 10 долларов сейчас в этом вимерсе. Он очень прикольный. Он такой прозрачный. Не обращайте внимания, пожалуйста. Потому что он весь такой вязанный с крошеткой дырочками. Но вот эти все бусинки, это очень прикольно. Мне нравится он. Он очень своеобразный. Ой, он очень такой необычный, своеобразный. По-моему, совсем неплохой. И брюки из Зары. Да, значит, этот стоит 10, а брюки стоят 15. Вот такие вот килоты. Плессированные здесь сверху на резинке. Такого мятного, серо-мятного цвета. Тоже очень приятные, очень симпатичные. Мне они тоже очень нравятся. Размер медиум. Сели так на меня хорошо. Я их меряю со своими сапогами. Конечно, это все летние варианты. А я меряю с сапогами. Ну, я как-то так неожиданно зашла и попала, что называется. Вот. Ну, вы знаете, что мне нравятся оба? И штаны нравятся, и брюки нравятся, и кофточка нравятся. Такая необычная, своеобразная. Такая этника. Так, следующая это юбка из Massimo Dutti. Стоит она 15 долларов. Если вы видели мой влог из Massimo Dutti, то вы видели, что юбка, по-моему, стоила 200 или 170. 169 долларов, по-моему. Я не помню. Смотрите, это размер 8. И у нее сзади резинка на поясе. Она очень-очень вполне хороша. Я оставила ее с этим тупом. Он совсем сюда не в тему, но, как бы, нет у меня ничего. Я просто вам хочу сказать, да, она, конечно, выглядит такая, как вынута из, извиняюсь, одного места. Потому что она такая вся мятая. Но вы понимаете, что в этот Outlet вещи привозят с каких-то складов, где они лежали, и, может быть, там, с прошлого сезона. То есть не может быть, а точно совершенно с прошлого сезона. И, конечно же, они не в самом... То есть они чистые, с этикетками и все дела. Но просто, что они немножко помятые. Ну что, нам трудно погладить за 15 долларов юбку, которая стоила, например, там 150, да? То есть почему это так дешево? Я не знаю. Есть магазины, которые для своих Outlet шьют более дешевые вещи и, как бы, продают их подешевле. И я бы подумала, что, возможно, это вещи, которые из такого вот Outlet сюда попали. Но дело в том, что Massimo Dutti и Zara, и есть Inditex, у них нет Outlet. То есть они не шьют специальные вещи для Outlet. Поэтому это вещи, которые продавали с Massimo Dutti. И вот она стоит 15 долларов здесь. Сейчас я подаю поближе, чтобы... Ну, симпатичная же юбочка. Сейчас я вам покажу, что это Massimo Dutti, чтобы вы не думали, что я вас надурила. Сейчас сниму, покажу. Так, вот Massimo Dutti. Вот сына. Честно, все как на духу. Massimo Dutti. Давайте дальше мерить. Да, вот этот Top Top Shop. И цена 10 долларов. Брючки из Zara. Та-дам! 15 долларов. И вот они, Zara. Так, меряем дальше. Так, следующий наряд. Мы поменяли топ. Это такой очень-очень симпатичный топик на шлейках летний. Видите, белый такой синий. Ой, я надела эти сапоги сиреневые. У них такой каблук, что я с них падаю. Сейчас я вам покажу, это прикол. Да, он такой, видите, двойной. И, как бы, получается два слоя. И вот такая вот офигительная совершенно юбка. Видите, страшно мятая. Но мы погладим ее. Цвета... Как это цвет называется? Perwinkle по-английски. Я не знаю, как это по-русски сказать. Она вот такая вот высокая. Вот такая вот до сих пор. Что-то у меня живот какой-то торчит. Не обращайте внимания. Это я просто к вечеру наела. После обеда. Вот. Очень красивая юбка. Она так сделана, знаете. Сейчас... Видите, вот здесь вот какие-то швы и прошиты. Она такая фигуристая вся. То есть фигурная вся. И стоит она... Видно? 15 долларов. 14.99. Тоже массивная дути. И кофточка массивная дути. Тоже долларов 15. Я не помню точно. Сейчас я сниму и покажу вам, сколько она стоит. И... Сидите все ровненько и не падайте. Ну, вы знаете что? В этом что-то и есть. Я понимаю. То есть, понимаете что? Они доходят вот до сих пор. Вот я сейчас... Контент 18+. Заберите детей от экранов. Значит, они вот до сих пор вот доходят по высоте. Ну, я же, конечно, не буду их так носить, чтобы это было видно, что это бадфорт. И я буду их надевать с чем-то вот таким вот длинным, чтобы они были закрыты. И тогда как бы это... Ну, не важно. А вообще цвет потрясающий. Посмотрите. Единственное что... Ну, правда красиво же, да? Понимаете, что я, конечно, не буду их носить часто, потому что такой цвет очень обязывающий и все. Но! Они стоят 11 долларов. За 11 долларов, если купить такие вещи, которые даже если я там три раза в год одену за зиму. Единственное что, они мне немножко маловаты. Вот я взяла... Это размер пять с половиной. У меня вообще пять-шесть. И они мне так чуть-чуть маловаты. И там были больше размера. Я сейчас пойду поищу. Потому что их много. Их осталось много в разных размерах. И как бы никто их не покупает. Таких сумасшедших, как я больше вижу. Которые покупают такие бадфорты. Ну, вот. А? Немножко такие простые, господи, конечно. Но! Если одеть длинную юбку и, допустим, черного цвета или какое-то серое, что будет видно только сапог и подобрать под цвет аксессуары, то, по-моему, это будет прикольно. Очень классно. Так. Мерим дальше. Так. Показываю вот эту юбку Масима Дутицы на 15 долларов. Размер 8, по-моему, или 6. Не вижу ее без очков. Ну, в общем, 8 или 6. Видите, какая она красивая. Ну, погладить ее, конечно, не надо. Ну, что там? Что она трудно погладить? Топ не покажу. Я в нем еще стою. Я сейчас померю еще пару юбок. И тогда покажу вам топик. Ну, вот. Не смейтесь громко. Если вы хотите контент 18+, то вот он мой, пожалуйста. Я ставила тот же топ, только я его заправила. Потому что он совсем не в тему, когда он наружу. Юбочка такая. Она мне не мала. Просто потому что вот этот топ достаточно широкий. Я не пойму ее длину. Посмотрите. Я ставила с этими ботфорты. И даже, и даже из-под этой юбки не видно ног, а видно как бы ботфорта. Но это, конечно, сочетание вырви глаз. А красная юбка и вот эти сиреневые ботфорты. Ну, я вас развлекаю. Правда же? Вам весело? Скажите мне, что вам не весело. Да, это очень весело. Я сейчас, знаете, хочу понять, какой она длины. Потому что если она очень короткая, я, конечно, ее оставлять не буду. Сейчас я немножко их опущу. Вот это вот. Так. Ну, вот. Ну, что? Она очень короткая. Нет, она такая нормальная. Я ношу короткая. Я ношу выше колено. Например, там, летом. Ну, может, не... Ну, относится на работу. Не обязательно на работу. Но, честно, я тебе поправлю себя. Чучело совсем. Я ее как пугало. Я привела сапожки как будто бы в человеческий вид. Как будто бы ты нормальный сапоги. Чтобы посмотреть длину юбки. Ну, что? Она ничего такая. С черными колготками. Она такая интересная здесь. Видите? У нее здесь как-то так... Что-то собрано. Она какая-то двойная. Размер 10-й. 42-й европейский. 10-й. Ну... Не знаю. Дело в том, что она стоит 7 долларов. Это меня подкупает. Вот в чем проблема. Опять же, за такие деньги. Вот я попала. Не собиралась никакой шопинг делать. Вот, пожалуйста. Да. Хорошо. Давайте будем дальше мерить. Смотри, что дальше у нас есть. Видите, как она выглядит? Она такая здесь собранная. Это двойная. Может, нам не было непонятно. Очень мятая, конечно. Вот, пожалуйста. Массима Дути. Не дурь у вас. Ой. И цена. Она была 14 долларов. Сейчас она на селе стоит 7. Вот так. Как уйти? Как оставить? Как отказаться? Невозможно. Вот этот топик. Сейчас я вам покажу его. Массима Дути. Любимая. И он стоит 13 долларов. Вот так. Так. Это платье тоже из Массима Дути. Размер не помню. Посмотрю. Оно у меня немножечко большое. Ну, не страшно. По-моему, не страшно. А, у меня есть пояс. Я сейчас в примере сверху надену пояс. И вы понимаете, что с поясом, во-первых, оно у меня будет больше по размеру. Во-вторых, оно будет лучше выглядеть. И я надела вот эти вот ботинки. Сейчас я вам покажу. Посмотрите, какие же они красивущие. Я вам должна сказать, что они тоже при таком вот огроменном каблуке, они очень удобные. Вот просто удобные. Что значит итальянская дорогая обувь? Вот эти вот ботфорты сиреневые. Я не знаю, если я их куплю. На самом деле, не только потому, что у них такой безумный цвет. И вообще они очень спорные. Такая обувь. Они очень удобные. Я в них так постояла немножко. У них просто очень тяжело. Даже стоять. Ходить вообще невозможно. Это такие обувь посидеть. А вот эти вот. Вот при высоком каблуке. красивые, не человеческой, неимоверной красе. Они еще и удобные. Сейчас я подниму немного, чтобы вы видели. Посмотрите, какие они красивые. В общем, очень красивые. Очень красивые. Высокий каблук, но при этом удобный. Сейчас я надену пояс на платье. Такой тыквенный цвет. И очень приятное. Оно такое на ощупь. Мне кажется, это вискоза или что-то такое. Сейчас посмотрю, кстати. Ну и как всегда, мой пояс, которым я пришла, пришел все исключительно ко двору. Просто невероятно подходит. Даже мое украшение подходит. Вот такое платье. С поясом оно выглядит лучше. Как все с поясом выглядит лучше. С поясом все выглядит лучше. Ну, это моя такая жизненная позиция. Жизненная креда. Всегда надевайте пояс, и вы будете выглядеть лучше. Так. Сейчас я сниму. Я посмотрю, с чего оно сделано. Мне просто интересно. Ну, может, конечно, невискоза. Может, просто синтетика какая-то. Так. Платье. Висит на фоне оранжевой юбки. Это, конечно, вид. Вид тот еще. Вот. Массимо Дути. Стоит оно сейчас, видно все, 20 долларов. И размера я не нашла. Здесь всякие этикетки, этикетки. А размера нет. Сейчас я посмотрю, с чего оно сделано. Я предполагаю, что оно где-то восьмое. Потому что оно невеликовато. Вот. Вот, пожалуйста, как я предполагала, 100% вискоза. И размер у него 42. Десятый. Я нашла здесь. Десятый. Тут оно мне велико. Да. Так. Это платье из Зары. Очень прикольное. Такое этническое. Широкое. Мне тоже кажется, что это вискоза. Я поищу. Мне оно нравится. Такое клевое, прикольное платье. И вы будете сейчас смеяться, но это размер экстраларч. Вот в каком месте он экстраларч. Да. Ну. Я считала, что я свои размеры в Заре знаю. Я всегда покупаю medium, max или large. Если узкая платье, то это large. Если это широкое платье, то это large. Если это широкое платье, то это medium. Но вот это экстраларч. Интересно. Правда, здесь вот эта вот вся вышивка, чтобы вы понимали. Вот здесь на рукавах вышивка. Интересно. Сейчас посмотри, сколько он стоит. Наверное, 15. Я сейчас посмотрю, покажу. Так. Оно 100% полиэстер. Я проверила его. За него хотят здесь Winners 15 долларов. Видите, это все вышивка. Вот эта вот эта вот эта вот вышивка. Это вот вся вышивка. И это линейка. Если вы мне не верите, то вот видите, написано extra large. Да. Но это premium denim collection. Это premium линейка, которая, в принципе, довольно дорогая от Заре бывает. Но Winners за это платье хотят 15 долларов. Единственное, что меня смущает, это то, что он extra large. Ну, какая у меня разница? Оно на мне хорошо сидит, подходит. Так. Вот это платье из Зары на меня не застегнулось. К сожалению, оно симпатично. Видите, оно такой летний вариант. Наверное, мне кажется, что оно хлопковое. Ой, цвет плохой. Сейчас вам покажу. Видите, какой цвет такой? Пыльные розы. Хотят за него 18 долларов. Размер medium я в него не влезла. Не застегнулось. И состав этого платья 30% лен и 70% леоцел. Это какой-то... Я не уверена точно, что это такое. И это вот эта вот линейка... Какое-то натуральное что-то такое. Ну, в общем, оно достаточно хорошего состава. Достаточно симпатичное. Но маловато у меня. Не то, что маловато. Я в него не застегнулась просто. Ну, значит, не судьба. Да. Следующее платье это тест на лояльность моих зрителей. Кто помнит это платье? В моем первом, самом первом видео, которое я снимала в Винерсе, примерки, я примеряла это платье. Вы помните? Вы не помните. Если не помните, то пойдите и посмотрите мое первое видео. Нет, знаете что, не ходите. Оно такое позорное. Это было мое первое видео. Это просто позор какой-то. А не видите. Да. Я сама иногда так просматриваю, смотрю, думаю, боже, хватило же у меня наглости выложить его на YouTube. Такое позорное видео. Короче, это платье. Это бренд. Это Кельвин Клайн. Кельвин Клайн. И оно стоило 60 долларов. Я тогда померила и сказала, что мне это платье нравится, но я за 60 долларов его убрать не хочу. Я подожду, если оно довисит до сейла. Оно довисело. Оно стоит сейчас 25 долларов, и я его куплю. Потому что оно зеленое. Я и могу стоять перед зеленым цветом. И оно так красиво как-то сидит. И, в общем, такое приятное платье. Я уже совсем собралась уходить, но уже одела свое платье. Но вспомнила, что я еще принесла вот такую юбку и забыла ее померить. Она сейчас стоит 5 долларов. Вот такая вот приятная гиперовая юбочка. И она потрясающе подходит к этим ботинкам, между прочим. Симпатичная юбка, правда? Здесь она на резинке. У меня, кажется, свитера нету никакого с ней или кофта какую-то померить. Ну, зато это что? Ну, как не взять? Ну, как не взять? Бренд у него какой-то какамайский, я даже не знаю. Совершенно не знаю, что за бренд. Все, девочки, мальчики, пойду я домой. Все, я померилась. Сейчас пойду, вернее, не домой, а на кассу. Там будет разорение. Но я, может быть, не все куплю. Сапоги эти сиреневые я, наверное, оставлю. Они очень неудобные. Кроме того, что они такие спорный цвет и все такой. Фасон, да, такой ботфорта такая. Но они еще и очень неудобные. Может, я сейчас пойду посмотрю побольше размер. Может, размер побольше, мне будет в них удобнее. Вот. Буду с вами прощаться. Пойду на кассу, пойду домой. В общем, вот так вот я заскочила. Совершенно неожиданно и даже не думала ничего снимать. Ой, ботинки что-то снять. Слушайте, я в них стою. Я сейчас в них пойду. Они такие удобные, на самом деле, что я в них стою. Даже мне совершенно не хочется их снимать. Вот эти сиреневые я прям ждала скорее снять. А эти очень удобные ботиночки. Красивые. Красивые, удобные, хорошие. Все, всего доброго. Надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что вам было весело. Надеюсь, что я вас развлекла. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Ну, пока-пока. ית